О том, что ряд адвесских вузов приняли решение устроить каникулы для студентов с 1 января по 26 февраля 2018 года, сообщили самые авторитетные информационные агентства. Я, к примеру, прочитал эту новость на украинском сайте Голоса Америки. Зимние каникулы в соответствии с утвержденным в мае 2017 года графиком учебных планов начались 29 декабря 2017 и закончатся 25 февраля 2018 года. С 26 февраля занятия возобновляются, сказали в Одесском национальном университете имени Мечникова. Общее количество лекций и семинаров сокращать не планируют. Информацию об этом подтвердили в Национальном университете Одесской юридической академии, Одесской национальной академии пищевых технологий, Южноукраинском национальном педагогическом университете имени Ушинского. Не убежден, что все студенты, а тем более преподаватели, в восторге от таких каникул. Но делать нечего. Существовать в холодных аудиториях, согласитесь, невозможно. И примеры из вековой и давности прошлого, что наши предки грызли гранит науки в куда более ужасных условиях, некорректны. В конце концов, живем в другое время. Между прочим, если меня не подводит статистика, это уже не первый раз руководство одесских вузов решается на такой шаг. Все упирается в финансирование затрат на оплату коммунальных расходов высшим учебным заведениям страны со стороны отраслевого министерства, которое, в свою очередь, зависит от формирования бюджета украинскими парламентариями. Я понимаю, что страна переживает не самый лучший момент в своей экономической истории. Но не могу согласиться с тем, что в который раз высшие учебные заведения не получают в полном объеме средства для своего нормального функционирования. Между прочим, кроме учебного процесса в институтах и университетах ведется большая исследовательская работа. Закладывается фундамент для практической экономики Украины, ибо промышленность только тогда конкурентна, когда она может предложить рынку современные разработки. Если этого не понимают в парламенте и правительстве, то тогда объяснимы наши слабые позиции в сфере инновации. Воюша, принимая бюджет на 2019 год, Верховная Рада с подачи Кабинета Министров предложит органам местного самоуправления финансировать из своих средств отопление и энергоснабжение вузов. Полагаю, что не сильно преувеличивают. В апреле 2017 года Петр Алексеевич Порошенко с подачи парламента подписал законы об Украинском культурном фонде и о государственной поддержке кинематографа в Украине. Они предусматривают финансовую поддержку украинского кино и сериала за счет средств местных бюджетов. Если кино решено снимать за счет городского бюджета, то почему отапливать вузы нельзя? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова